здравствуйте дорогие подписчики я снова рада видеть вас на своем канале англичанка и сегодня я хотела рассказать вам о том как я стала охотиться за королевы кейт миддлтон меган маркл с той целью чтобы сделать множество интересных красивых и увлекательных фотографий для того чтобы их продать и как-то подзаработать на свою жизнь в англии как многие из вас уже знают я приехала в лондон с целью изучения английского языка в январе 2011 года и уже в марте 2011 года я стала репортером московской компании main people побывав на гала-концерте 80-летнего юбилея михаила горбачева об этом я уже рассказывала смотрите в этом ролике и после этого я стала снимать какие-то русские в основном русские события происходящие в лондоне на которые меня направляла моя компания в тот момент о королевской семье я вообще даже не думала и ничего не знала да да многие мне говорят как можно было не знать что будет такая королевская свадьба века кейт миддлтон выходит замуж за принца вильяма я что-то слышала об этом но не придала этому значения наверное потому что думала ну кому туда попасть туда вообще попасть наверное невозможно и даже не думала что надо бы пойти посмотреть поснимать это на событие ну или попробовать что-то увидеть нет у меня уже был куплен билет я видимо когда летела в лондон я уже купила return ticket то есть туда и обратно билет на апрель месяц потому что у меня были каникулы и я собиралась навестить маму в россии так как и брат и я уехали мама осталась в россии одна как бы у меня все это было запланировано именно в день королевской свадьбы но я могу сказать однозначно если бы даже я не полетела в этот день в россию я бы не пошла в центр города чтобы что-либо увидеть я даже во первых я не знала что этот день будет вот именно вот в этот день у меня тогда на тот момент не было английского вообще газет я не читала я что-то слышала когда-то где-то кто-то женится в эти дни я занималась ремонтом дома брата я уже рассказывала что он купил дом и мы там клеили обои занимались садом красили стены в общем не до этого было какие королевские события о чем вы кто-то там далекой англии выходит замуж какой-то принц женится на какой-то кейт миддлтон ну и ладно кто бы мог подумать что это все можно было увидеть если бы я знала на тот момент если бы уже год прошел хотя бы с того момента как я приехала в лондон и я уже открыла для себя некие моменты которые я открыла спустя год я по естественно поехала бы туда и все бы сняла и все было показала но к сожалению свадьбы века в моем архиве нет но зато мне есть свадьба меган и гарри об этом я уже немножко рассказывала смотрите в этом ролике и в итоге как бы впервые в жизни я увидела кейт миддлтон и вообще королеву только в июне 2011 года когда пошла опять же таки по заданию моей московской компании мои people снимать королевский парад и в принципе они меня попросили поснимать просто прибывающих гостей там шляпка в каких-то нарядах в общем что-то интересненькое я даже понятия не имела что я могу увидеть королеву и кейт проезжающую в каретах я нечаянно просто попала на то чтобы увидеть такое действие и мне удалось сделать несколько фотографий но одна единственная самое главное наверное моя первая фотография кейт миддлтон выглядит вот так я была в восторге у меня весь мир перевернулся так просто и легко увидеть королевскую семью это теперь не наши политики которые там за тремя кордонами держит всех выгоняют или вот трамп приезжал в 2019 году тоже как-нибудь расскажу там вообще очистили всю зону вплоть до на километр в каждые в каждом направлении и вот после того как я случайно наткнулась на какое-то мероприятие с королевой где я смогла поснимать ее и здесь действие которое происходило вокруг когда она презентовала в честь 90-летие принца филиппа ему адмиралтейский титул я подумала о так это ж наверное можно как-то отслеживать такие мероприятия ездить туда и снимать и в итоге следующее мероприятие которое я снимала но видимо уже я как-то начала следить за новостями где кто когда будет и услышала о том что принц фильм и кейт миттлтон собираются посетить премьеру фильма боевой конь во хоррс и это было 8 января 2012 года я поехала на лестерсквэк кинотеатру адеон и я попала в фан-зону и увидела и стивена спилберга кто был режиссером этого фильма и всех актеров этого фильма ну и также под конец я уже рассказывала как это случается на королевской премьере фильма в лондоне приехали королевские персоны принц уильям и кейт миттлтон и конечно же пока они шли по красной дорожке они всем улыбались конечно куча камер перед ними и передо мной кто-то вылез с камерой немножечко подпортил мне мое видео но тем не менее я увидела их вот так вот вблизи прямо в метре от меня прошли такие персоны в общем для меня это было вау гривен потом для меня это стало привычным конечно не в течение года а впоследствии там у себя лет 56 я уже как это свои люди а привет катька привет мил образно говоря конечно я к ним уже привыкла как нечего делать для меня прийти постоять естественно на такие мероприятия надо заранее приходить чтобы в первой позиции стоять и чтобы перед тобой никто не маячил там с телефонами с камерами и так далее и можно снять очень такие интересные достойные кадры я в последнее время перешла на видео потому что фотографии очень много естественно это все несмотря на то что рядом со мной всегда снимают профессиональные фотографы вот с такими вот огромными линзами и все равно как-то умудряюсь продавать свои маленькие фотографии новостные агентства ну там за 20 за 30 фунтов иногда за 100 фунтов но тем не менее продается периодически даже несмотря на огромную конкуренцию но в последнее время я перешла на видео потому что видео во первых стоит дороже по крайней мере того что я получала естественно вот с такими линзами дяденьки могут получить за снимок 10 тысяч фунтов если он допустим пойдет на обложку журнала хэллоу там или окей или еще какого-нибудь я конечно со своей маленькой камерой могу получать только небольшие денежки но тем не менее мне это дает какой-то стимулу если бы я не получала за продажу своих фотографий я бы наверное не ездила так часто не пыталась поймать потому что все равно ты стоишь два или три часа до момента когда они приедут это во первых часто бывает очень холодно ветрено дождливо и ты вот в этой всей непогодице стоишь и ждешь иногда ноги настолько замерзают что чуть ли к асфальту не прилипая поэтому да искусство репортера это конечно же не такая красивая картинка как кажется изначально все-таки очень много сил и времени надо в это вкладывать но об этом я уже рассказывала так немножечко касалась тему поэтому сейчас расскажу еще про несколько мероприятий которые мне удалось снять в 2012 году опять же таки это была премьера фильма в апреле африканские кошки вилл тогда служил на фалкенских островах и он как раз вот только вернулся домой и это была годовщина их свадьбы и и кейт с вильямом приехали на вот эту премьеру там еще был гай ричи я увидела то есть постепенно я начала узнавать каких-то еще других и актеров и режиссеров помимо того что я снимала королевскую семью так достаточно тоже интересно посмотреть кто как ходит кто как позирует и вот в этот раз мне повезло я стояла на другой стороне от публики между фотографами как раз ну там можно было выбрать нам разрешили потому что не так много народу было я перешла вот на сторону фотографов и как раз когда они приехали кейт с вильямом был дождик и они вышли из машины прямо напротив нашей области где мы стояли с другими фотографами и я туда подбежала немножечко нам удалось что-то поснимать и потом вернулась на место когда они уже пошли по красной дорожке я еще могла поснимать и мне повезло что кейт в этот момент смотрела на встречающую гостей ну я не знаю кто она была директор наверное кинотеатра и как раз ее лицо было направлено к нашей стороне но было немножко темновато и не так хорошо видно как вот допустим в той области где стояла их машина когда они выходили из машины но тем не менее очень интересный тоже хороший кадр получились вот вам показываем а в мае 2012 года в royal albert holly проходил концерт где отчаствовали олимпийскую сборную великобритании давали им последние наставления и желали победить на предстоящей олимпиаде и туда приехали как раз таки принц уильям и кейт миндлтон которые были аббассадорами то есть послами олимпиады 2012 года я в этот день ходила в российское посольство снимать абсолютно другое мероприятие российская компания регби приехала что-то она там где-то участвовала и вот была такая пресс-конференция и на обратном пути просто шла домой мимо альберт холла пометуя опыт с концертом горбачева я увидела что толпа стоит и чего-то ждет я подошла к фотографам и просто как дурочка такая спросила кого вы тут ожидаете и ну как бы фотографы очень не любят рассказывать что тут будет ну в общем всегда старается уйти от темы один дяденька сказал мне да тут просто приедут сейчас принцы принцесса вот новоявленные молодожены принц вильям и кейт миндлтон мы просто стоим ждем сделать несколько фотографий тут будет концерт олимпиада бла-бла я такая говорю да я остаюсь ну и мы как-то с этим фотографом разговорились до такой степени как бы он мне помогал там выбрать позицию там рассказывал куда они могут приехать где они могут встать то есть что-то мне одно ему хотелось поговорить он узнал что я русская ему было это интересно и кстати после этого мы как-то обменялись контактами потом стали переписываться такие вот просто на улице встречаешь англичан и с ними просто болтаешь и завязываешь какие-то контакты в итоге он приехал к нам в петербург жил у моей мамы мама его кормила борщом в общем обеспечили моему гостиницу на тот момент когда он приехал в петербург он он говорил что он собирается поехать в россию и вот когда собрался я предложила ему погостить у нас дома вот так вот нечаянные контакты как-то сближают народ что русский что английский среди простого народа абсолютно нет никаких преград мы все очень дружно и интересно общаемся и вот приехали кейт с вильямом я уже стояла в пресс-пене то есть среди всех этих фотографов уже как за свою прошла там другие фотографы стояли наш разговор слушали и как бы ну ладно пусть стоит девчонка пусть стоит в итоге я это сняла на видео как они выходили из машины и уходили в концертный зал мне всегда было интересно снимать больше видео нежели фото ну фото ну что ты там успеешь за три секунды сделать два три снимка это у них там фотоаппарат 50 снимков за секунду делают и они все качественно а когда я ставлю на такое на своем фотоаппарате конечно все кадры будут смазаны и лучше уж ловить видео натренированными уже к тому моменту руками все это заснять как это было на самом деле ну естественно море гостей именитых знаменитых приезжала как сами спортсмены так и и певцы и актеры и актрисы кого там только не было потом знаменитый опять же таки этот парад гвардейцев и такие все мероприятия которые практически каждый год входят в королевский календарь например вот в ноябре состоится риме берен стей не знаю как в этом году будет ли проходить парад но именно в этот день 11 ноября или приближенный к 11 ноября проходит воскресная служба на улице вайд холла где там стоит памятник погибшим и вся королевская семья присутствует в этом мероприятии об этом я уже рассказывала смотрите в этом ролике и абсолютно все такие мероприятия которые ежегодно проходят я отслеживала и ходила посещала их какие-то мероприятия типа премьеры или какие какой-то концерт или приезд президента какой-либо страны ну что-то что я краем уха слышала или где-то читала в новостях где будут присутствовать королева или ее королевская свита я всегда старалась ну по мере возможности потому что я и училась днем и вечером сидела с детьми как няня то есть когда у меня было свободное время иногда так сидишь и думаешь блин там сейчас идет концерт и там сейчас приедут принц уильям и кейт и гарри и там думаешь блин я это пропускаю события мне надо сидеть с детьми ну что ж оплачивать свою жизнь в англии мне тоже как-то надо было поэтому приходилось работать ну а так все свое свободное время я старалась как можно чаще выходить и впитывать всю эту культуру британской столицы себя и как по накатанной полетели у меня все эти мероприятия как горячие пирожки уже в июне начался бриллиантовый юбилей королевы и там тоже было несколько мероприятий прямо три или четыре дня подряд я ходила и снимала что могла но бриллиантовом юбилеи королевы я расскажу как-нибудь в другом ролике не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч